Привет! Сегодня на моем канале будет книжный тег. Его название летний книжный тег. Многие, наверное, уже знают существующий тег зимний книжный тег. Еще раз скажу тег. Я его придумала сама, точнее переделала уже существующий тег под названием зимний книжный тег. Таким образом у меня получился летний книжный тег. Блин, походу мне опять все видео будут кричать дети. Они не перестают это делать. Постоянно. Кричат. Да. Так что если кто-то не любит детей, их вопли, крики, писки, хохот, тогда выключайте это видео. Да, потому что скорее всего они будут кричать долго. До десяти вечера, когда уже станет темно, и я не смогу снимать при нормальном освещении. Так. И сейчас я отвечу на его вопросы. Если кому-то он понравится, вы можете его использовать. Я не обижусь. Даже не предупреждайте. Берите. Мне не жалко. Вопрос номер один. Какая книга освежает тебя в жаркие, задушливые летние дни? Я даже не думала над этим вопросом. У меня сразу потянулась рука к Толкину и его Хоббиту. К этой категории я отношу не только Хоббиту. Просто с собой у меня нет остальных частей «Властелина колец». Вся серия вместе с Хоббитом и вся трилогия «Властелина колец», она для меня почему-то свежая. Я не знаю почему. Она не свежая, но я сразу вспоминаю фильм, который снимался в Зеландии. Я вспоминаю эти прекрасные краевиды, горы, снег, зелень, особенно шир. Насколько он был прекрасным, насколько хорошо его сделали. Я сразу рисую у себя в голове такую картинку, и мне явно становится легче. Мне на душе сразу становится прохладнее. Следующий вопрос. Какая твоя любимая книга зелёного цвета? У меня зелёных книг не так много. Я думаю, это не самый распространённый цвет книг. Хотя, возможно, просто у меня какие-то слишком стандартные убеждения о книгах. Но, тем не менее, это «Наполовину дикий» с Али Грин. У меня недавно был обзор о двух книжках. «Наполовину злой» и «Наполовину дикий». Так что, если вам интересно, вы можете посмотреть обзоры на эти книги. Здесь она не совсем зелёная, но её сзади план довольно-таки зелёный. Тёплым летним вечером ты сидишь на балконе и хаваешь мороженку. Какая книга окажется у тебя в руках? Я даже не раздумывая взяла «Дом с привидениями». Это сборник. Сборник рассказов, в который вошли новеллы Эльгара Коа, Чарльза Диккенса, рассказы Чарльза Диккенса, Лефанью, Шелли, Оскара Уайда, Клана Дойля, Коллинза, Уэльса, Стивенсона. Когда ещё можно читать подобную душесчепательную литературу? Думаю, только вечером, ночью и с мороженкой. Сейчас будет просто гениальный вопрос. Итак, готовьтесь. Ты кидаешь с крыши водяные бомбы. Да, ты это делаешь. На какого из книжных персонажей ты бы в первую очередь сбросила, сбросил такую бомбу? У меня это однозначно Манфред из «Замка Атаранта». Вот такая вот у меня есть книжечка, но не обращайте внимания, здесь написаны «Адские чары» Крижановской Рочерстер, которую я обожаю. Но здесь на самом деле три романа. Один из них «Замок Атаранта». И именно Манфред, князь Атаранский, бесил меня на протяжении всего того романа или рассказ, потому что он достаточно маленький. Не знаю, правильно ли назвать его романом. Так что Манфред однозначно я бросаю на тебя бомбу. Следующий, опять же-таки гениальнейший вопрос. Тебе не во что завернуть бутерброд. Из какой книги ты бы пожертвовала страницы для этого дела? Я понимаю, что вырывать страницы из книги ради такого пустякового дела, как бутерброд, или разжечь огонь, разжечь камин, или просто прорвать. Это грех, реальный грех, за который следует строжайшее наказание. Но, тем не менее, я согрешу. У меня нашлась все-таки книга, которую я готова сжечь полностью. Это Синди Шелдон «Обратная сторона полуночи». Насколько я знаю, у нее есть или продолжение, или это целосерие книг, потому что я вела в подобном оформлении книги того же автора. Но она настолько противная, и настолько вульгарная, и настолько пошлая. Я не читала «Пятьдесят одинков серого», не горю желанием, но даже это для меня было отвратительно. И я реально хотела бы ее сжечь, но она не моя, так что, увы, да, мне стыдно. Следующий вопрос. Какая романтическая книга или книга с любовными дни настолько тебе понравилась, что ты готов, готова подарить ее на всемирный день поцелуев тому, кто ее еще не читал. У меня очень мало любовных романов. Наверное, это Синди Шелдон как раз и был бы любовным романом, скорее всего. Но он явно не мой любимый. Дарить я его никому не хочу, не надо, не читайте такое. Но у меня была одна серия книжечек, очень таких классных книжечек. И это не совсем книжечки, и вы поняли, о чем я говорю. Это «Рыцарь-вампир» Мацульхину. Кажется, так ее звать. Наверное, это одно из единственных или, возможно, нескольких таких мыльных, опер-мыльных романчиков в этом случае манги. Но все равно мыло. Да, это реально мыло. Аля «Сумерки». Я реально читала эту вещь. Давно читала, признаюсь, смотрела аниме. Пока мне это нравилось. Мне нравилась Русолка, мне нравились эти вампиры. Но потом я это все переросла. Итак, это были все вопросы моего летнего тега. Есть один человек, которому я бы хотела его передать, но не знаю, я побаиваюсь это делать. Так что, скорее всего, просто спрошу у этого человека, хочет ли он его снять. И тогда, возможно, напишу в описании, кто это был. А пока что нет. Вдруг откажется. И у меня осталась еще одна вещь, которая не имеет отношения к тегу, но зато имеет отношение к книжкам. У меня есть три книги, которые я хочу прочитать. Но не знаю, какой из этих книг отдать предпочтение и в первую очередь прочитать ее и снять на нее обзор. Потому что мне кажется, что все эти книги хорошие и достойные. Так что я написала на бумажках номера 1, 2, 3. Также у меня есть баночка, в которую я кину эти бумажки и выберу, какую же все-таки книгу мне прочитать. Под номером 1 у нас будет Сергей Марина Дичанки «Долина совести». Номер 2 «Куда-то упал». Эта книга рассказывает о мальчике, парне, скорее всего, подростке, у которого есть некий талант, талант приручать к себе людей или влюблять в себя в людей. влюблять в себя влюблять в себя людей. И этот дар его привлекает на одиночество, потому что люди, которых он бросает или которые к нему привязываются и потом уезжают или он от них уезжает, они очень сильно болеют или даже умирают. Так что я очень хочу прочитать эту книгу и надеюсь выпадет именно она. Под номером 2 у меня будет книга «Стая» Бобби Пайрона. Эта книга рассказывает о мальчике, которого воспитали бродячие собаки. Я так понимаю, он стал бездомным, не знаю по какой причине, но тем не менее его воспитали в лесу бродячие собаки. И мне кажется, это будет очень душераздирающая история, потому что ребенок, лес, собаки, не знаю, как я это буду читать, но все равно я думаю, это стоящая книга. И третья книга это «Зог кукушки» Роберта Гелбрита или, как все знают, Джон Роллинг. Это очень популярная книга, многие о ней говорят, тем более, это детектив, а детективы я просто обожаю. Так что, конечно же, я хочу ее прочитать. Итак, закручиваем бумажки. «Подобрations» вот THE LEADY и смотрим, не смотрим, и достаем. И это номер Это номер Это номер один Это значит, что выиграла Долина совести Сергея и Марины Дичанки Так что ждите в ближайшем будущем Обзор на эту книгу Я очень надеюсь, что она мне понравится И даже если она мне не понравится В любом случае, поскольку я обещала Я сделаю на неё обзор И расскажу вам О чём она, интересно ли она Стоит ли тратить на неё своё время А теперь уже точно, пока!